И святаго Духа. Аминь. Мир вам, дети. Очень приятно. Видите, всех вас здоровенькие. Хорошенькие такие. Все у нас сегодня новеньких много. Поэтому мы сегодня будем немножечко повторим, а потом прочитаем здесь. Повторим с самого начала. Дети у нас... Вообще дети... Я забыла, как звать это? Ирина. А, Андрей. Ты, да? Я все это и в лагере путала. Кирюшенька, иди сядь сюда, поближь, чтобы я тебя могла видеть. Так. Эти дети, хоть они как маленькие для вас здесь, но они все равно были в лагере, и там проходили занятия. Поэтому они знакомы с этим. Но немножечко мы повторим, а потом пойдем дальше. Так, дети, чтобы вспомнить все. Насколько прекрасно Бог сотворил нашу землю. Вначале Он сотворил что? Воду. Вначале сотворил Бог... Небо и землю. Умница. Небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над нею. Так, потом... Продолжит кто? Так, Андрюшенька. Потом будет. Так, ну-ка вспомним, вспомним. Что? Пожалуйста. Так. Кто простенько, наверное, знаете? Вспомним. Потом... Бог сотворил свет. Так, хорошо. Свет. Но Он что сделал? Отделил... Отделил что? Воду, которая на небе, от воды, которая на земле, да? И назвал твердь небом, а здесь... Сушить землю. Ну, говорите громче только. Сушить землю. Правильно. Обратите внимание, сколько у нас, если мы посмотрим даже на карту, вот когда большую физическую, то обратите внимание, сколько воды. И большая часть воды, чем суши острова. И земля землю поставил ни на чем. На воде. И как она молниеносна в виде шара. Как она крутится, что мы даже не замечаем. Да, вот стоим и не замечаем этого. Ходим. И мы, может быть, вниз головой, а под существом не замечаем. Нормальности, сила притяжения. И на земле, насколько прекрасно все сотворил на земле. Сначала что сотворил? Помним. Сначала отделил сушу. Так, сказали. Уже отделил сушу. Небо и отделил землю. Так, дальше что? На земле что он сотворил? Сразу что ли вот? Сразу человек сотворил? Или же вначале? Что? В морях вода что он? Рыбы. На земле. На земле. Травку. Трава. Деревья. Всевозможные. И по семени их все будет. По семени. Вот не так, чтобы сегодня тополь растет, потом раз березка. Ель. А как? По семени. Ели, березы, топорят. Там яблони, груши и прочее. Все, все по семени их. Так же и растения, и все на траве. Ну, то есть сначала он все прекрасно сотворил. И зверей всевозможных. И птиц. А потом только что сказал? Сотворим. Кого? Человек. Так. Человек. Кирюшенька. Правильно. Сотворим мы человека. А с кем же он это советовался? Почему он сказал? Сотворим человека по образу нашему и подобию нашего. Мне кажется, он говорил, ну, кого создал? Зверями. Да как же так? Бог мог. Ну-ка, пожалуйста. Забыли, да? Со святым духом. О, молодец. Святой Троица, святая Бога Отец, Бога Сын и Бог Дух Святой. Правильно. По образу нашему и по подобию нашему. Это что значит? Человек разумное существо. Дальше. Бессмертие. И творчество. Человек тоже самое творец здесь на земле. Прекрасным сотворил человека. Из чего? Как он сотворил? Ну-ка, 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 все вспоминаем. Из земли. Из земли. Что ты сказала? Я не знаю. Не знаю. Еще не знаю. Ну, узнаешь все. Из земли сотворил. Почему он назван Адамом? Земляной. Из глины. Ну, человек вот прекрасным человека сотворил, но он был, не говорил ни мыслей, не двигался. И что тогда он дал? Вдунул дыхание. Души. Жизни. Душу дал. И человек стал душою живою. И дальше. Он сотворил Еву и Адама. Он, когда провел перед ним всех зверей, всех птиц, животных и Адам, разумное существо, он всем дал имена. Обратите внимание, когда первый, всем, всем дал имена. Самым маленьким, мошкам, крошкам, там, уровням, вот такие вот маленькие, всем дал. Перед ним все прошли. Но не нашлось равного ему. Не нашлось. И тогда Бог навел на него сон. И что? Кто помнит? И из ребра сотворил ему подобного человека. Кого? Еву. Еву, да. Женщину прекрасную. Прекрасную женщину. Он, когда встал, проснулся, видит женщина. О, подобно ему. То все звери проходили, птицы пролетали, рыбы там. Никого не было здесь. Вот это венец творения Божия. Это в шесть дней он все сотворил так прекрасно. И в седьмой день почил. И в седьмой день почил. И увидел Бог, глядя на все творение, что все прекрасно, весьма хорошо. Так? Вот, немного вспомнили мы. Повторили. Хорошо. И что же дальше произошло? Бог. Ну как, Кирюшенька? Что ты помнишь дальше? Бог сказал, что они могут все есть, кроме одного дерева. Где, если его плод съешь, то ты умрешь. Смерть умрешь. Правильно. И дальше. А потом там змея какая-то посолзает. Стоп, 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 стоп. Значит, Бог дал заповедь такую, чтобы все. От всех дерев можно есть. И от одного дерева. Правильно Кирюша сказал. Дерево познания добра и зла. Не ешьте от него, то смертью умрете. Так. Ну что ты, Фрусенька? Так, Кирюшенька, пожалуйста. Не помню, они слушали из Бога. Ну как-то раз кемель подпорозлась змея. И говорит, съешь яблоко. Подожди, а что это за змея такая? Он это был змея. Это был без. Так. А откуда он? Так, что? Сегодня у нас день памятный. В первое воскресенье после крещения отмечается день создания нашей общины. Вот это община. Понимаете, это не проходной двор. В храме зашел, вышел. Нынче исполняется 25 лет. Четверть века. Я немного буду делать здесь, как бы, это вопрос расширять, когда придут собрания. После этого будет у нас обед. Дети там обедают. Об этом говорит спустя полвека, может быть, когда надо было. Говорит, патриарх, в общем нету. Проходной двор здесь, где люди приходят, уходят. И священника не знают, он их не знает. 506 пар крестили. И 506 пар, так сказать, венчары. И ни одного не знают, развелись или не развелись. Стали проверять. Восьмерых проверили, одни только живут, всем уже разведенные. То есть положения никакое. И поэтому детям нужно дать понятие об общине. Община – это большая семья. Вот мама сидит, около нее ребятишки. Вот посмотри как. Мама залет, ясно, что ближе всех – это мама. Так, церковь называется матерью, а мы ее чадо. Здесь все общее. Мы знаем нужду каждого человека, кто болеет, кому сегодня в больницу пойду, пойти. Роженица, как подарки тут делаются. Ребенок родился, там какие сделают подарки для младенца, покупают все необходимое. Это община. Это семья. И дети это должны понимать. Им нужно это показать. Во всех народах всегда так было. Вот там чеченцы, у них тейп называется. Даже у львов и то свой прайд. Свои они знают, другими уже там ворожда идет. У нас наоборот со всеми дружим и стараемся, чтобы люди любили Господа. Вот идут у вас занятия. Все, кто вами занимается в лагере, у нас это 44 года. Ну-ка, подними руки, кто в лагере хоть один раз был у нас приезжать. Приезжали, видели. Ну, практически все, как будто бы. Ты была в лагере-то? А что ж руку не подняла? Подними, хоть видела, знаешь, о чем речь идет. Вы видели, как работают воспитатели на кухне. И вот 44 года, и никто ни копейки, а я начальник. Никто не получает. Мы это делаем по любви к нашему Господу. Ты, Андрей, был? Тебе понравилось? Да, поди, не понравилось. Мне понравилось. Ну, понравилось, да. Ну, я знаю. А Кирилл, где у нас Кирилл-то? Вот он. По тебе понравилось? Да. Да ты что? Ну, значит, я что-то не досмотрел. А мне казалось, что вы побыли и поехали. Вам не понравилось. Ну, а вот моя Виктория сидит. Ну, это уже... Ну, мы близкие с ней были, потому что она меньше всех ростов. У меня маленькая девочка слева стоит, самая маленькая. А справа мальчик самый маленький. Итак, ну, а теперь, если будут маленькие, то вот эти вот уже будут. Так, не отвлекайся никуда. Главное, через кого отвлекаются. Детям сегодня, сейчас я выйду, они до пения будут здесь. Немного расскажи вот именно об общине. Как полезно быть вместе. Иногда созваниваются, переписываются. Иногда дружба продолжается, когда уже дети взрослые будут. Это все закладывается здесь. Вам нужна все время помощь. Помощь-подсказка. Вот вы ходите, допустим, снежками здесь кидать себе нельзя во дворе. Почему? Через забор стали кидать, а сосед-то неверующий. И он сразу заявил протест. Еще кидает. А сам дом сжег и живет в бане. Но тут момент. Ну, что вы не такие, извинения приношу. И все. То есть вы помните это. Вот бегать здесь не надо под окнами. Бегают, в окно там стукнули. Или стекло разбил, уехал. Везде надо вести себя. Так, как Господь заповедует. Перед лицом Божиим. За столом, вы знаете, у нас как в лагере. Поел, тарелку облизал, показал днище. Дежурный махнул, положили. У нас в течение лета ни одна ложка не пропадает. И вы это знаете. Вот так делаете все. Где вы бываете? Уходите, чтобы подобрано было, закрыто. Плитка выключена. Вода, чтобы нигде не текла. Замок закрытый. То есть это не спасение. Так рот закрывать, позевайте. Но это настраивает человека на серьезный лад. Мы верующие, напряженные должны быть. Все время с молитвой. В смехе не хохотать. Там ха-ха-ха вот так вот это не было. Улыбнуться можно, не больше того. Потому что рядом ходит дьявол, как ркающий лев. Ты разил, урод, смеешься, за того, не думай, что сатана в рот заскочит тебя. Мир погибает. Детей бомбят. В Сирии войны какие идут. Дети валяются, показано, оторвали руки, ноги. А у нас мир. Молиться надо и за патриарха, и за епископа, и за правителей. Это все детям вложите здесь. Почему? Это уже большая семья страна. А дальше мы должны заботиться о всем мире. Вся земля – это наша семья. Вот у нас теперь самая маленькая Варвара. Вот там одна Варвара караула сбегала в ИГИЛ. Только мы это никуда. Как одна мать говорит, спаси, у вас дети есть? Есть, говорит Атьхак. Очень послушная. Ложится, говорит, у меня сын вовремя. Нигде не ходит. Не ругается, не ворует, ничего. А сколько лет ему? Да сколько лет? Да два месяца уже. Видишь, какая девушка подрастает. Так что Бог вам в помощь. Спасибо, Христос. Итак, дети. Значит, вот продолжаем. Немножечко продолжим. Потом поговорим о воспитании еще. Закончим сейчас на это. Значит, когда они ходили по саду, все хорошо будет. Бог беседовал с ними. Так было прекрасно. И вот произошла революция на небе. И что? Бес селился в змею и... Так, минуточку. Значит, на небе произошло возмущение чего? Там стоял ангел. Архангел, который большую часть ангелов на свою сторону увлек. То есть он возгордился, а Бог гордым противится. Он возгордился и... Третью часть он увел. И? И... Селился в змею, что... Бог низверг... Ну, просто... Бог низверг, но... И он упал в ад. Бог низверг его. Да, с неба. И третью часть ангелов. И третью часть ангелов. Архангел Михаил с огненным мечом. И сверху Бога. И падая на землю, эти ангелы, и самый главный этот, Сатанас, или дьяволос, клеветник, противник, воспротивился против Бога. И падая на землю, он увидел, насколько прекрасна земля. Насколько прекрасен человек, когда он увидел в раю, в Эдемском. Насколько прекрасен человек. И он обещал, что он погубит человека. Погубит. И по сей день этот бес является и всегда всем, всех старается вместе с собой мести. Он один не хочет там мыть водой. чтобы и всех людей сопровнять. А он в любом виде является перед человеком. Он дух, и он увидим. И когда он вошел в райские обители, то он же невидим. Он вошел в змея. Самый хитрый зверь. Самый хитрый. А змеи тогда ходили на ногах. Вошел в змея, подошел к Еве. И что он сказал Еве? Хитростью. Я сказала, ты будешь лучше Бога. Так. Конкретнее. Ну-ка. Хрусенька, давай. Пожалуйста. Если ты съешь плод с этого... Почему не работаем? Если ты съешь плод с этого дерева, тогда ты будешь... Сначала какой он вопрос задал? Ты хочешь быть лучше Бога. Так, пожалуйста. Почему вы не едите плода с этого дерева? Так ли это? Так ли какой вопрос задал? Кирюшенька, ты помнишь? Не. Вопросы я. Он спросил, не правда ли вы, что Господь запретил вам есть плоды со всех деревьев? Видите, как хитро подошел он к Киеве. Вот как опасно гулять. И она ступила с ним в разговор. Нет, со всех деревьев можно есть плоды. А с дерева, вот познание добра и зла, нельзя, Бог сказал, не ешьте, а тут смертью умрете. И он говорит, не умрете. Но будете, как боги, вот здесь уже, но будете, как боги, знающие добро и зло. И Ева поверила ему. Значит, то, что Бог сказал, умрете, а дьявол сказал, не умрете, но будете, как боги. Но. И что Ева поверила ему? Посмотрела на дерево, насколько вожделенно. И вкусила, и побежала, а дам отдала. И здесь у них как прелиз, глаза. И они увидели, что они наги побежали, спрятались. Бог взывает к ним, он взывает, чтобы покаяния пришли они. А они что? Адам, где ты? Я спрятался, я умрюю, что я наград, и спрятался. А Бог говорит, не ел ли ты от дерева, от которого я запретил вам ест? А он говорит, это Ева, которую ты мне дал. она дала мне и я ел. Так что задавши? Да, вы спросили, я изучил, и дала я его... Бог обращается. Да. А она сказала, змея больстил меня, и я сделала. Змея больстил меня, и Бог что сделал? Проклял. Змея. Адама. И змея. Какие слова сказал он Адаму, помните? Какие слова, не помните, да, Кирюшенька? Он сказал, из-за тебя, Адам, будет проклята земля, будет, ну, с... Коти лица. Коти лица добывать хлеб себе, ну, сами. Так. Коти лица будете трудиться. А Еве что сказал, такие слова? То же проклятие, что в муках будешь рождать детей и влечение твоё к мужу. А змею проклят ты, что будешь ты позать теперь и жалить в пято человека. А семя, которое будет, он будет жалить тебя в голову. Придёт семя, это пророчески, он сказал. То есть говорил о Христе уже. Так, дети, вот немножечко мы с вами повторили. Теперь вы хорошо ещё почитайте, пожалуйста, детскую Библию. У вас же у всех такие Библии есть? Ну вот прекрасно. Поэтому почитайте, чтобы вы хорошо запомнили. Вы знаете, как сейчас вы идёте в мир, а в мире столько много неправды, лжи. Сколько лжи в мире. потому что вас окружают неверующие люди в основном. И чтобы вы были твёрдые в своём уповании. Могли даже засвидетельствовать об этом. Они говорят, это обезьяный человек, но мы-то дальше будем ещё говорить, что ничего подобного нет, что Бог сотворил человека и дал разум ему. Вот это хорошо. Надо задание такое, чтобы повторить, прочитать всё. чтобы вы хорошо могли знать. Заучивайте стихи наизусть, чтобы прям как зубок отскакивало. Так, дети, значит, здесь Игнатий Тихонович, мы продолжим. Говорит об общине. То есть, это единая семья. Церковь это единая семья. Общая. Как мы должны друг к другу относиться, вы уже знаете об этом. Повторяли, говорили. Так, Кирюшенька, так. Надо обращаться ближе к себе. Так, любить ближнего своего, как самого себя. Молодец. Значит, это первая заповедь. Первая заповедь какая? Ну-ка вспомним. Первая заповедь какая? Ну-ка, Машенька, скажи. Любить Бога твоего. Вот так. Всем сердцем. Вот люби Господа Бога твоего. Всем сердцем, всем умом, всем поучлением, всем разумением, всею крепостью своею. А ближнего своего, Кирюшенька, сказал нам уже как самого себя. Заботиться, сострадать каждому, беспокоиться. Вот это единое, как единая семья. Церковь это наша мать. Бог Отец. Поэтому вы должны всегда об этом помнить. Там идти, мама, там дружина. Ну, там еще читаю читать. Ну, хорошо, дети, еще раз мы вспомним о Рождестве Христовом. Кто помнит стихи? Так, стихи и беспрекословно великое благочестие тайно. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе. Так, повторяем. И беспрекословно великое благочестие тайно. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедовал народом, принят верой в мире, вознесся во славе. Молодцы, хорошо. Так, кто еще не знает, выучите дома вам задание. Надо сказать главу и стих, книгу. Первый Тимофей. Они не сказали главу и стих, книгу-то. А, книгу. Какая глава? Первая Тимофея, 3,16. Первая Тимофея, 3,16. Первая Тимофея, 3,16. Запомните? Вот, с мамой выучите, хорошо? Ты уже знаешь, да, этот стих? Так, второй стих какой мы учим еще? Повтори эти стихи, очень важны, очень важны. Так, на этом закончим, пока тогда читать. все, 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 Встали, поблагодарю Господа, благодарю Тебя, любящий Создатель, Господь и Бог, что сохранил наш разум, позволил нам побыть вместе. Слава Тебе за все, Великий Бог, Отец и Сын, Святой Дух. Аминь. Аминь. Вот это прочитайте стих Плач Ремии. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось, оно обновляется каждое утро, велика верность твоя. Вот это тоже мы Иисуса учите. Хорошо? Умнички, мы пошли. потихонечку заходим. Так, новенькие встанет в втором. выходим, выходим. Выходим. Вы встанете вместе с мамой, тоже там впереди. У нас все побоятно. Сойдите. Садитесь. 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 Что случилось? Мы не толпы не выдержим. посвящим. слава отцу и сыну святому духу и ныне и приисли во веки веков. Аминь. Честнейшую, херруем и славнейшую без сравнения серапин, без истления Бога Слово Родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи Иисусе, Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Божий, Господи, силы всех тварей садителю и жизнью милосердия и беспрекладные милости Твои Я, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаславый на спасение рода нашего и честным Его Крестом рукописание грех наших растерзавый и победивый тем начало и власть тьмы. Сад, Владыка, человеколюбчая, приими нас грешной, благодарственной всем молебной молитвой и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения и всех озлобите насыщущих видимых и невидимых враг. Пригвозди страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец нашей, словеса или помышления и лукавствия. Но любовь Твоей уязви души нашей, да к Тебе всегда взирающей ежать Тебе светом наставляеми, Тебе неприступного и пресносущного зрящего света. Непрестанные Тебе исповедания и благодарения высылаем безначальному Отцу с одинородным Твоим Сыном и все святым и благим же творящим Твоим Духом ныне и пресно и во веки веков. Аминь.